Продолжение следует... Задание номер 4 как в 7-8 классе, так и в 9-11 классе были на знание его компоненту. Однако в 7-8 классе задание можно было решить, просто внимательно прочитав описание текста. Дано было описание Кулибинского прожектора. Соответственно, понять это можно было как раз потому, что в тексте упоминались зеркала. А на фотографиях у нас зеркала присутствуют только на одной картинке. Поэтому правильный ответ был вот этот. В задании номер 4 9-11 класса были описаны часы, которые были подарены Екатерине II. Неким, пока нам неизвестным авторам. Соответственно, можно было методом исключения определить, что речь в тексте идет об Иване Петровиче Кулибине. Это можно было определить потому, что Сергей Павлович Королев жил явно в другое время и занимался неизобретением часов. Владимир Григорьевич Шухов тоже жил гораздо позже, чем Екатерина II. Но Александр Николаевич Ладыгин тоже не застал Екатерину II. Леонард Эйлер как раз жил в одно время с Иваном Петровичем Кулибином. Однако Леонард Эйлер занимался скорее математикой, чем механикой и, в частности, изобретательством. Задание номер пять в седьмом, восьмом, девятом, десятом и одиннадцатых классах было посвящено чтению чертежей и нахождению площади, а затем и объема и массы фигур, чертежи которых были представлены. Соответственно, у нас был дан чертеж, детали, которая была выпилена из фанеры. Толщина детали тоже была дана. И дана была плотность фанеры. Надо было найти ее массу. В зависимости от класса менялся чертеж и плотность фанеры. В частности, в девятом и одиннадцатом классе мы получали пять тысяч тридцать три грамма массы, масса деталей. Какие основные ошибки были у участников, которые все-таки выполнили данное задание? Во-первых, это наш основной бич, это ошибки при округлении и ошибки при выполнении арифметических операций. Очень плохо считают обучающиеся, особенно если у них нет калькулятора. Иногда даже и на калькуляторе плохо считают. Также плохо переводят одни единицы измерения в другие. В частности, миллиметры в дециметры, миллиметры в метры. Это у нас тоже очень неудачная тема. Соответственно, над этой вещью надо работать. И, кроме того, участники невнимательно читают задание и не запоминают, в каких единицах надо дать ответ. Соответственно, иногда они принимают промежуточный результат за конечный ответ. Нашли площадь фигуры, нашли площадь детали и решили, что все, можно писать это в ответ. Нет, к сожалению, так делать нельзя. Надо читать конкретно, что спросили. Если вы нашли массу в килограммах, а надо было найти массу в граммах, то надо перевести. Очень часто участники этого не делают. Соответственно, могут получить неполный балл за задание, даже если оно решено полностью правильно. Задание номер 6 – это задание о всех вариантах на поклейку обоев. Соответственно, чтобы правильно решить это задание, нужно было внимательно прочитать задачу, определить, на каких же обоях оставила свой выбор Катя. В зависимости от задачи они менялись. Соответственно, это влияло на их характеристики и стоимость. Помимо этого, самым важным в данной задаче была оговорка, что при поклейке обоев Катя решила не допускать стыковку обоев по горизонтали. Соответственно, эта оговорка очень сильно влияла на само решение, на ход решения, которые должны были продемонстрировать участники. В обоих классах, была эта оговорка, соответственно, в обоих классах нельзя было допускать этой стыковки. В 7-8 классе мы получали, что Катя заплатит 1192 рубля за обои. А в 9-11 мы получали, что Катя потратит 2836 рублей. Эту задачу решили довольно мало народу, что печально, потому что, по сути, своей задача не сложная. Какие же ошибки допустили участники? Конечно, это ошибки при округлении, при вычислении. Были ошибки также при действиях с таблицей, в частности, не те параметры получали из таблицы. Ошибались участники также при делении одних чисел, но другие даже с помощью калькулятора. Ну и одной из основных ошибок было то, что участники не замечали этой оговорки и предполагали, что стыковку все-таки можно производить по горизонтали. А некоторые решали задачу, исходя из того, что Катя просто заклеит всю комнату горизонтально обоими. Это довольно неожиданный ход, соответственно, но в будущем, надеюсь, участники исправятся и не будут допускать подобных ошибок.